И так, ничего. Теперь, значит, поехали тут. Так, я вот чего хотел сказать. Мы, значит, с вами тут довольно долго говорили о том, какие функции и как раскладываются в ряд фурьей, какая там сходимость есть. Я, в общем, мог бы тут еще долго перечислять результаты разные количества, и на самом деле вообще полные картины не существуют до сих пор. Но я какие-то вот вам основные популярные результаты назвал, далеко не все. Такие базовые популярные результаты я вам назвал. Была вот эта теория L2 для нас, уже для L1, как бы результаты, вот мы знаем, происходимость только в смысле Фейера. И про С знаем, происходимость только в смысле Фейера. А вот сходимость поточечная, мы там можем гарантировать только в случае, допустим, функций сильно больше, чем С1. Чем С, просто С1, например, хотя бы С1, или Липшцевые функции, что-нибудь такое. Вот. Но я дальше в этом направлении не пойду, потому это тогда уже стал бы курс такого углубленного гармонического анализа. А у вас все-таки это такой базовый вводный курс. Я хотел бы вам показать, куда и зачем все это используется. Так. Значит, давайте я конкретную задачку вам решу при помощи рядов Фурье. Это, соответственно, нагрев, нагрев стержня. Значит, у вас есть очень тоненький стержень, который мы представляем практически одномерно. Тоненький стержень. Значит, длины какой-нибудь заданный L. Вот. Значит, давайте я сразу координату введу. Значит, это будет координата Х вдоль стержня. Значит, соответственно, у него в каждый момент времени Т и в каждой точке Х температура будет обозначаться вот ТХ. Вот. Ну и давайте представим себе следующее, что я изначально нагрел этот стержень по какой-то температуре в каждой точке Х. Значит, вот у меня U от 0 Х задано. Так, давайте я вот так напишу. U от 0 Х задано. И это Фи от Х. Заданная функция. Значит, это начальная температура в каждой точке стержня. Вот. Я хочу найти, как будет температура в каждой точке стержня меняться в зависимости от времени. Ну, опять-таки, вот поскольку вы математики, а не физики, я вам просто не буду выводить уравнение. Ну, просто скажу, что на самом деле уравнение уже было выведено давно. Оно известное. Это Du по dt. Значит, минус А в квадрате D2O по dx дважды равняется 0. Значит, это, соответственно, вот уравнение называется уравнение типопроводности. Типопроводности. Значит, одномерное в данном случае, потому что у нас здесь пространственная координата одна. Значит, ну, вот этот коэффициент А, он на самом деле имеет физический смысл. Называется он коэффициентом коэффициент температуропроводности. Не путать, кстати, с теплопроводностью, но они связаны между собой. И вообще говоря, он тем больше, чем быстрее меняется температура. Зависит он, естественно, от материала стержня. Он зависит от теплопроводности, от теплоемкости и плотности материала стержня. Вот чем быстрее меняется температура при нагреве, тем больше этот коэффициент. И, в общем-то, он определяет скорость. Сейчас-то увидим скорость изменения температуры. Вот. Ну и, значит, давайте считать, что на границах стержня у меня поддерживается постоянно температура окружающей среды, которую вот считаем нулем. Соответственно, УТ0 равняется УАТЛ равно нулю. Вот такие у меня два краевых условия. Вот мне нужно решить такую начально-кроевую задачу для уравнения теплопроводности. Значит, как это решать? Давайте сначала поговорим о чисто формальной стороне дела. Я, значит, сейчас вот не буду обсуждать вопрос, какое решение нас интересует и так далее, но давайте, значит, давайте вот чисто формально. Значит, решение мы вообще не понимаем никак по-другому, кроме как функция, которая вот можно подставить и уравнение, и в краевые условия, да, и чтобы все эти условия превратились в тождец. Значит, понятно, что тогда у нас, наверное, значит, ну вот все там вторые производные должны существовать и быть непрерывны вплоть до там t равно нулю, да, и, соответственно, вплоть до x равняется нулю, x равняется l, да. Значит, формально вот мы, наверное, у нас t принадлежит там какому-то, мы ищем решение от нуля до t, да, а x, да, от нуля до l, но решение, значит, наши, вот они определены формально в таком квадратике, да, открытом 0t крест 0l, ну, понятно, что сама функция должна быть непрерывно, значит, в замкнутом квадратике, да, ну, и, соответственно, производные, как минимум должны быть все производные, которые сюда входят, они тоже должны быть у нас, по крайней мере, в открытом квадратике, они должны быть существовать и быть непрерывными. Это вот такое естественное понимание решения. Но давайте сейчас пока об этом я говорить не буду, давайте просто формально как-то решение построим. Действуем так, значит, этой задачей занимался как раз Фурье, и, соответственно, он вот предложил чисто формальный метод. Мы такое примерно уже делаем с волновым уравнением. Давайте я вот просто поищу сначала решение уравнения самого ut минус a квадрат, u два раза по x равно нулю, забывая и про начальные условия, и про краевые условия, ну, и поищу просто решение такого вида. u от tx равняется какая-то функция t на какую-то функцию от x. Ну, тогда формально, если у меня все здесь гладкое, я ищу решение, у которое есть столько производных, сколько мне нужно, значит, тогда здесь стоит t штрих по t, давайте я штрих вообще не буду писать, t по t на x минус a квадрат t на x два раза по x равно нулю. Давайте перенесем все, что зависит от времени, в одну часть, а все, что зависит от пространства, в другую часть. Тогда у меня получится t по t делить на a в квадрате t равняется x два раза по x делить на x. Ну и смотрите, здесь стоит справа функция, зависящая только от x, а слева стоит функция, зависящая только от t. И эти две функции, значит, должны быть равны при любом t, при любом x. Когда это может быть? Только тогда, когда это все одна и та же константа. Значит, тогда у меня вот это уравнение распадается на два. Значит, одно уравнение x два раза по x минус лямбда x равняется нулю. А второе уравнение t по t минус a квадрат лямбда t равняется нулю. Вот если я подставлю сейчас сюда любую лямбду, решу первое уравнение, решу второе уравнение, перемножу получившееся решение, я получу какое-то решение на его уравнение типопроводности. Хорошо, а раз так, то давайте подумаем, нельзя ли сделать чуть-чуть больше. Вот тут у меня есть однородные краевые условия. Вот эти краевые условия. Нельзя ли их тоже? То есть нельзя ли сразу же поискать решение в уравнении типопроводности, которое удовлетворяет еще и этим однородным краевым условиям? Когда это может быть? Ну, значит, смотрите. Значит, мы что знаем? Что у от t 0 это, соответственно, x от 0 на t от t равно 0. Значит, когда это может быть? Это для всех t. Либо когда t тождественной 0. Но это не очень нам интересно, потому что тогда мы получаем просто тривиальное решение у тождественной 0. Либо если в каком-то хотя бы, в какой-то точке t t не 0, то это тогда означает, что x равно 0. x от 0 равно 0. Ну и аналогично у от t равняется x от l на t от t должно равняться 0. Это может быть либо когда t тождественной 0, но это нам неинтересно. Опять-таки получаем тогда u тождественной 0. И так знаем, что это решение уравнения, удовлетворяющее краевым условием. Но явно оно не сможет быть решением нашего задачи, если φ не 0. Вот. Либо, соответственно, если t от t не всегда 0, то тогда это может быть только когда x от l равно 0. Итого мы получаем два краевых условия. x от 0 равняется x от l равняется 0. Вот получили для первого из уравнений, получили еще и краевую задачу. Это уравнение второго порядка. С двумя краевыми условиями. Однородное уравнение, однородное условие. Очевидно, что у него есть решение одно очевидное, тождественный 0. Но это решение тождественный 0, оно нам даст u тождественный 0. Опять-таки и так очевидно, что это решение. Но это, возможно, не решение нашей исходной задачи, кроме единственного случая, если у нас φ тождественный 0. Поэтому нас интересуют решения, которые не тождественные 0. вопрос стоит так при каких значениях параметра лямда у вот этой задачи имеется решение которые не являются тождественными нулями это называется значит вот этот частный случай такой общей задачи которые называются задачи штурм или увидели значит частный случай задачи штурм или увидели я даже не знаю буду ли я общую теорию задач штурм или увидели развивать в принципе ли мы просто порешаем на семинарах какие-нибудь задачи штурм или увидели но вообще говоря это вот значит штурм или это как раз такого рода задачи на собственные числа да значит это линейные дифференциальные уравнения второго порядка очень похожие на это с параметром лямбда и с какими-то кровяными условиями там задача ставится так что нужно найти те значения параметры лямбда называемые собственными числами задачи штурм или увидели при которых эта задача имеет ненулевые решения эти ненулевые решения соответствующие собственному числу лямбда называются собственными функциями задачи штурм или увидели но это так из общих вот чтоб просто знали слова значит давайте решать значит здесь нужно три случая рассмотреть первый возможный случай лямбда равняется нулю является ли она собственным числом но если лямбда 0 то тогда мы получаем что значит что мы получаем что x два раза по x равно нулю но это означает что x это какое-то а x плюс b но когда это то в двух разных точках x равен нулю только тогда когда а и b равно нулю и значит x тождественной 0 то есть это не решение это не собственное число задачи моей штурм или увидели что никакого нетривиального решения при таком лямбде я не получу второй вариант лямбда больше нуля тогда x равняется x от x это ну какое-то а на синус гиперболику с корень из лямбда икс плюс b на косинус гиперболику с корень из лямбда икс подставляем сюда x от нуля значит это 0 это синус 0 0 а косинус 0 единица это b и того b равно нулю и значит вот этого нет значит осталось x от x это а на синус гиперболику с корень из лямбда икс икс отель смотрим она должна равняться нулю и это а на синус гиперболику с корень из лямбда икс теперь гиперболический синус вещественного числа который больше нуля вот это число строго больше мы гарантированно не 0 значит отсюда следует что а 0 и значит опять-таки тогда x тождественной 0 снова значит оказывается что таких собственных чисел моя задача штурм или увидели не имеет значит никаких собственных чисел положительных здесь нет что осталось осталось соответственно вариант остался вариант 3 это лямбда меньше нуля тогда x от x это как а на синус корень из минус лямбда x плюс b на косинус корень из минус лямбда икс подставляем 0 x от 0 значит 0 синус 0 0 косинус 0 единица значит это b и того b равно нулю и значит этого члена нет теперь подставляем l значит тут получили что значит x от с одной стороны 0 с другой стороны это b то есть не б это а синус корень из минус лямбда на l а вот здесь смотрите из этого следует одно из двух либо а 0 но это не интересно тогда x тождественной либо соответственно синус корень из минус лямбда на или равняется копии где к понятно но формально я должен был бы написать любое целое но корень умножить на положительное число длину это может быть только не отрицательное целое значит натуральное число к это 1 2 3 и так далее ну или иначе говоря лямбда равняется как минус к квадрат пи квадрат делить на l в квадрате вот значит вот такой имеется оказывается счетный набор собственных чисел нашей задачи штурм или увили в этом случае а формально любой и тогда каждому такому лямбда соответствует одномерное пространство собственных функций ну в качестве базис этого одномерного пространства я могу взять например собственную функцию x от x равняется синус корень из минус лямбда это копии делить на l x ну вот значит это соответствует собственному числу лямбда минус к квадрат пи квадрат делить на l квадрат сразу замечусь на самом деле если бы я знал общую теорию задач штурм или увили более общих я бы сразу сказал что так оно и должно быть значит у этих задач счетный набор собственных чисел ровно счетным и каждому собственному числу соответствует ровно одномерное пространство собственных функций то есть нетривиальных решений моей задачи так ну хорошо значит теперь что получается а почему лямбда больше нуля было невозможно если например x да равно е в степени корень из лямбда и x ну вот тогда там вторая производная как раз лямбда и x будет это самое значит вот пожалуйста я просто потому что краевым условиям удовлетворяет у меня только тождественной 0 а там краевые условия да краевые условия из-за краевых условий все проблема-то в этом потому что если бы краевых условий не было так пожалуйста любую лямбда подставляю здесь и какие-то я найду конечно а почему обязательно x выражается через синус и чосинус то есть других функций нету что ли получается в смысле я вот честно решаю это дифференциальное уравнение это дифференциальное уравнение значит второго порядка с постоянным линейное с постоянным коэффициентом да значит как вас там учили решать это соответственно пишу характеристическое уравнение значит вместо x там k в квадрате минус лямбда k равняется минус лямбда равняется 0 значит k в квадрате равняется лямбда ну и соответственно k равняется корень из лямбда а если там лямбда отрицательная то k равняется плюс минус и корень из минус лямбда этим соответственно этим значением корней характеристического полинома соответствует синус и косинус ответил на вопрос да просто решаю честно просто честно решил ураны дефицитами не более того так вперед вот значит получилось так теперь давайте поговорим про второе уравнение на старое это уравнение пока что забыто на вот это вот значит сюда я должен подставить теперь уже не любое лямда то лямда которая дам нам с нашей задачи штурмали увили давала нетривиальное решение то есть только одно из вот этого счетного набора значит это уравнение преобразуется в такое значит t по t минус а квадрат лямбда это плюс значит k квадрат и квадрат 9 на квадрат t равняется нулю ну тоже это линейное дифференциальное уравнение уже первого порядка обыкновенная значит просто с постоянным коэффициентом вот таким к у нас это число 1 2 3 там и так далее да натуральное число положить значит t это чего это какая-то константа на е в степени минус а квадрат к квадрат пи квадрат 9 на или квадрате т на синус к пи x делить на это решение для любого к ну понятно что и любая линейная комбинация решений и вот фурье был первый кто сказал а давайте вот сейчас раз любая комбинация решения давайте поищем решение моей исходной задачи в виде возможно бесконечной линейной комбинации решения то есть ряда сумма вот таких вот там я не знаю окатах пока там вот от единицы до до бесконечности вот такое ну прекрасно значит давайте я пока как формально с формальной точки зрения если бы этот ряд сходился так что я действительно мог бы все производные пронести за знак бесконечной суммы то тогда у меня здесь значит вот дифференциальный оператор мой оператор теплопроводность линейный пронесся за знак суммы значит получилось бы что постоль поскольку у меня каждая там слагаемое это решение уравнения ну значит и все то что здесь стоит это решение теперь краевым условиям очевидно удовлетворяет из-за синусов осталось подобрать тогда мне эти коэффициенты а к таким образом чтобы начальному условию удовлетворить какое начальное условие от 0 x должно равняться фи от x оно должно равняться сумма пока от единицы до бесконечности значит акт сюда подставляем 0 значит получаем единицу на синус копии x делить на и ну а мы уже знаем что это такое это на самом деле разложение в ряд фурье по синусом функции функции которые заодно у нас на интервале 0 и значит понятно как найти коэффициенты а к то это чем у нас будет такое это не нужно домножить фиат пускай не x а с я буду писать на синус копии с делить на и проинтегрировать играл от 0 до и разделить на интеграл от синусов квадрате от 0 до и он такой же как интеграл от косинуса в квадрате of сумме они дают интеграл от единицы то есть тел значит это l пополам 9 на l пополам это 2 делить на и умножить на 2 делить на L. Вот вам, пожалуйста, значит, если хотите, вот, соответственно, вам решение формальное. Значит, АКТ это вот такое. Итого. Итого. Давайте вот сейчас соединим это. Итого. УТХ это, давайте формальное в кавычках, да, формально. Решение моей задачи. Да. Значит, вот такое УТХ определяемое этой формулой, где АКТ это вот эти вот коэффициенты. Теперь я хочу избавиться от слова формальное. Я хочу понять, когда же это на самом деле решение. Вот я хочу зачеркнуть это слово формальное. Хочу понять, когда вот то, что мною написано, действительно решение. Так, давайте вот попробуем, соответственно, это понять. Чтобы это понять, давайте еще раз я четко для себя помечу, что такое решение. Значит, вот, наверное, вот сейчас на это нужно обратить большое внимание. Что такое решение? Давайте посмотрим назад. Я решение понимаю так, как, ну, как вы до сих пор понимали, да. Значит, формальное решение, уравнение. Что это такое? Функция, которую, если сюда подставите, то все, что здесь написано, получится тождеством. Значит, давайте так. Это получается, что? Это получается, функция должна быть на... Давайте, значит, вот решение. Давайте я вот синим напишу. решение. Это функция, которая, понятно, значит, значит, мой, вот давайте квадратик я еще раз обозначу открытый. 0t крест 0l. t произвольное какое-то число я зафиксировал, какой-то временной горизонт, до которого я хочу, соответственно, чтобы рассматривать мое решение. Значит, должно быть, ну, во-первых, оно должно быть, как, значит, оно должно быть непрерывно вплоть до границ Q, да. Иначе бы не имело смысл, если бы оно не непрерывно вплоть до границ Q было, то непонятно, какой смысл бы имели начальные условия и краевые условия. То есть, если бы там, например, на границе можно было бы терпеть разрыв какой-то, то просто я мог бы, ну, непонятно в каком смысле были бы удовлетворены эти начальные и краевые условия. Значит, это первое. Второе, мне нужно, чтобы все производные, которые сюда входили, да, мне нужно, чтобы U, значит, U два раза по X, чтобы оно было, соответственно, тоже понятно, значит, чтобы оно было там непрерывно, ну, понятно, непрерывно на этом интервальчике, U, T, чтобы было непрерывно на этом интервальчике. То есть, все производные, которые сюда входят, существуют и непрерывно. И третье, главное, значит, когда подставлю U, U, T, U, X, X в задачу получу тождественные равенства. Давайте я слово тождественные даже красный выделю. И это вообще так, как многие века физики, собственно, понимали решение, да и математики понимали решение, да и вы, скорее всего, понимаете решение пока что только в таком виде. Никого другого понятия решения у вас нет. Это вот еще называется классическое решение. Такое решение называется классическое. Вот, я бы мог слово классическое вам не говорить, имею в виду, что другого и не знаете. Так, так вот вопрос. При каких, значит, при каких фи, при каких начальных данных? Начальные данные у нас только фи здесь, да? При каких начальных данных я могу гарантировать, давайте я даже это напишу. Вопрос, вот, при каких начальных данных фи можно гарантировать, так, что-то не нравится это, да? Что вот эта формула, давайте предыдущую формулу, давайте как-нибудь ее обозначим, что ли. Это формула 1, а вот эта формула для коэффициентов 1, 2, да? Для коэффициентов 2, да? Что, соответственно, вот формула 1, 2 это классическое решение. Моей задачей, задачей давайте тоже как-нибудь обозначим. Задачу давайте обозначу задачу звездочка. Классическое решение задачи звездочка. Ой, нехорошо, только зеленым хотелось. Классическое решение задачи звездочка. При каких начальных данных можно гарантировать, что 1, 2 классическое решение задачи звездочка. Да, и, наверное, тут же интересно было бы узнать, и никаких других нету. И никаких других решений нет. Прошу почтения. Это базовый вопрос. Давайте попробуем на него ответить. Я, значит, естественно, не буду вам давать самые общие критерии. Ну, вот какой-то критерий достаточно мы сейчас напишем. Значит, давайте вот теорему такую. Так, во-первых, прежде чем что-то говорить, значит, смотрите, у нас у должна быть непрерывно вплоть до границ моего вот этого прямоугольничка 0t крест 0l. Вот давайте я прямоугольничек даже нарисую. Значит, в пространстве времени вот у нас t, да, а вот у нас x, это 0l, и прямоугольничек вот у нас такой, да, это t большое, вот тут вот так, вот этот прямоугольничек. Смотрите, вот на нижней границе этого прямоугольничка u равняется φ. Здесь у нас u равняется 0. Вот тут вот. И тут тоже уравняется 0. Но u должно быть непрерывно вплоть до границ прямоугольника, значит, на границах тоже. Когда это может быть? Есть как минимум одно необходимое условие, которое совершенно точно должно быть необходимо, иначе просто бессмысленно говорить о непрерывности. Ну, вот условие понятно какое. Значит, φ от 0 должно равняться φ от L и должно равняться 0. Так, давайте это я условие назову 3. Условие 3. Условие 3. Оно явно совершенно необходимо для того, чтобы решение было классическим. Так, так вот, соответственно, давайте так, я скажу, значит, теорема, которая отвечает, понятно, не полностью, но, в общем, достаточно адекватно отвечает на мой вопрос. Значит, есть ли φ? Значит, φ абсолютно непрерывная функция на 0, и производная ее, значит, которая существует почти всюду, φ' из L2. Ну, или, ну, ну, и удовлетворяет и при этом φ, и при этом, и при этом φ удовлетворяет вот этому необходимому условию 3. Значит, тогда 1,2 задает классическое решение задачи звездочка, причем, других решений, других классических решений нет. нет. Так, хорошо, вот давайте это докажем. Кстати говоря, у нас тут не так и много времени осталось, да, ну, вот давайте, соответственно, буду вот это доказывать. Пока еще, наверное, 5 минут-то есть у меня. Так, ну, смотрите, давайте посмотрим еще раз доказательства, давайте, доказательства. Так, у меня, соответственно, формально, да, у tx формально это сумма пока от единицы до бесконечности, а, к, е в степени какой там был минус а квадрат, k квадрат, pi квадрат, делить на l квадрат, t, t что и так, да? Проверьте меня, пожалуйста, а? Я без минуса было. Чуть-чуть-чуть-чуть. Нет, без минуса не может быть, должен быть минус вообще-то. с минусом с минусом. Обязано быть. Иначе, заметьте, это, кстати, во-первых, там есть математическое, почему это должно быть так. Ну, вообще, вот представьте, что тут без минуса, бы получилось. Это что бы означало? Это означало, смотрите, мы как бы нагрели вашу стержень, да? В стержне никаких источников стоков теплоты нет, он нагрет изначально до какой-то температуры фи от х в каждой точке х. Ну, а потом, а на краях температура окружающей среды ноль. И он вроде как должен остывать, как при тест тренирующихся бесконечности должен получиться ноль. Мы же как бы знаем, если это адекватная физическая модель, что получается? Как бы мы там не нагрели наше тело, да? Если поддерживается на границах его температура окружающей среды, а источников теплоты там нету, то тогда рано или поздно температура выровняется с окружающей средой. А тут бы получалось, что при тест стремящихся к бесконечности у там куда-то стремилась бы к бесконечности что ли в каких-то точках. Но что-то было бы странное, как минимум. Поэтому минус обязательно стоит здесь. Но он не зря у нас там получился. Значит, на синус чего там копейкс делить на л. Копейкс делить на л. Значит, когда этот ряд вообще задает мне какую-то функцию непрерывную, да? А я окатая знаю, что такое. окатая. Так, давайте я вот, чтобы вот это не таскать, давайте вот, чтобы я вот это за собой не стал таскать, давайте я вот это число как-то обозначу просто ради сокращения. Будет у меня называться мюкатая. Вот. Значит, что такое у меня, значит, что такое у меня, соответственно, значит, когда этот ряд сходится? гарантированно он сходится, например, вот когда? Значит, например, когда, значит, когда модули вот сходятся, тогда будет абсолютная сходимость. Но модули этих членов, значит, модуль АКТ Е в степени минус мюкатая Т синус копейкс делить на л. Он точно меньше либо равен модулю АКТ. Синус ограничен единицей, Е ограничен тоже единицей, до Е в степени. Значит, в принципе, мне достаточно было бы сейчас доказать, что в условиях моей теоремы ряд из модулей коэффициентов сходится. Значит, достаточно доказать, что сумма пока от единиц до бесконечности модулей АК сходится, этот ряд. Так, соответственно, посмотрим, что это такое. Значит, значит, что у нас такое получится. Значит, давайте посмотрим, чему равно АК. Значит, докажем это. Значит, если такое докажу, то автоматически это у меня просто гарантирует равномерную сходимость, и тогда, понятно, раз равномерная сходимость последовательности непрерывных функций, ряда из непрерывных функций, значит, тогда предел понятно непрерывная функция. Значит, отсюда сразу следует, что У таким образом определенная, что У она непрерывна на КУ с чертой. Так, как это АК выглядит? АК – это, значит, 2 делить на Л, мы сказали интеграл от нуля до Л, Фи от С, значит, на что там, на синус, КПС делить на Л, ДС. Так, давайте перелогинимся, кстати, пока оно не вылетело. Значит, выходим, перелогинимся и продолжаем. Так, хорошо. Очень хорошо. Знаешь, что у нас получилось? Значит, смотрите, но теперь про ФИТа я знаю, что ФИ у меня непрерывно на 0 Л, на концах 0, да, а производная его, значит, существует почти всюду и функция из Л2. Я уже доказывал на самом деле, что коэффициенты Фурье, вот что такое тогда получилось, что АКТ? АКТ – это коэффициенты Фурье в разложении функции ФИ по синусам. То есть, иначе говоря, значит, ФИ от Х я представлял в виде суммы по К от единицы до бесконечности АКТ синус КПХ делить на Л, да? Я уже знаю, на самом деле, что тогда такой ряд можно почленно дифференцировать. Его, значит, производная, да, это будет сумма по К от единицы до бесконечности КПХ делить на Л, АКТ косинус КПХ делить на Л, так, и что я тогда знаю, значит, вот, значит, но с другой стороны, значит, это, это же функция ФИ штрих из Л2, она является суммой своего какого-то ряда К, от единицы до бесконечности, БКТ косинус КПХ делить на Л, и тогда получается, при этом, что у меня, я знаю, что Л2 норма функции ФИ штрих, да, Л2 норма, равняется в точности сумму БКТ в квадрате БКТ от единицы до бесконечности, да. Сейчас, секунду, а почему мы могли сказать, что ФИ штрих это сумма по косинусу? Ну, я просто знаю, уже доказывал как раз на прошлой лекции, да, что мы можем ряды, если, значит, у нас, соответственно, функция абсолютно непрерывная, да, и, значит, она непрерывна на, соответственно, на окружности, то есть, соответственно, в концевых точках она принимает одинаковое значение и непрерывно на отрезке. И плюс еще, значит, она плюс еще абсолютно непрерывна, значит, производная из L1. Достаточно, чтобы производная была из L1. Да, тогда я могу по члену дифференцировать. И, соответственно, коэффициенты просто одни и те же будут. Здесь лучше даже. Здесь у нас производная из L2. Зачем мне нужна производная из L2? Потому что я знаю, равенство парсиваля у меня есть. Так вот, смотрите. А тогда что такое? Аката – это не что иное, как Бката делить на К. Аката делить на КП и умножить на L. Ну, так тогда что такое? Значит, что тогда у меня такое? Тогда я точно знаю, что Акаты сходятся. Акаты по модулю… Мне что нужно сказать? Сумма по КАТ единиц на бесконечности модуля Акаты. Это сумма по КАТ единиц на бесконечности. Давайте… Что там было? L делить на П я вынесу. Значит, L делить на П я вынесу сюда. Ни на что все равно не влияет. Осталось Бкат в квадрате делить на К в квадрате. Бкат и… Значит, извините. Бкат и делить на К. Бкат и делить на К, да? Ну, смотрите. Бкаты и сами сходятся. И еще единиц на К здесь. Значит, ну, чего тогда? Тогда могу сказать… Неравенство… Если сказать… Неравенство Юнга, да, например. Да, значит, что это такое? Это меньше либо равняется L делить на Пи. А здесь напишу так, что это сумма по КАТ единицы до бесконечности Бкат в квадрате плюс сумма по КАТ единицы до бесконечности единиц на К в квадрате. Здесь нужно 1 вторую еще написать, да? Ну, я использовал то, что Бкат делить на К, или Бкат умножить на единиц 9 на К, это меньше либо равно 1 и 2 Бк в квадрате плюс 1 вторая единиц 9 на К в квадрате, да? Ну, на самом деле, для бесконечности вот получил неравенство Юнга. Так, это очевидно сходится. Это уже тоже сказали, что сходится. Итого, значит, итого получили, что вот вам, да, здесь Бкат и делить на Амод, делить на ТК, не надо. Модуль Бкат, я помню, надо поставить. То есть, получается сходящая штука. Значит, отсюда следует, что ряд какой там, 1, сходится равномерно и, кстати, абсолютно. На К с чертой. Значит, что еще следует? Тогда предел этого ряда УТХ, да? Так, нехорошо. У из С К с чертой, как предел, да, равномерно сходящейся, по-моему, равномерно сходящейся ряда из непрерывных функций. Что можно сказать? Можем переходить к пределу, кстати. Значит, еще что? Что можно поменять пределы. При К стремящемся к бесконечности, да, и при, соответственно, Т стремящемся к нулю, при Х стремящемся к Л. Значит, что получается? У от Х, Т, да, предел при Т стремящемся к нулю, это предел при Т стремящемся к нулю, сумма по К, да, АКТ, ЕВС, минус МЮКТТ, синус КПХ делить на Л, да, равняется. А вот, поскольку последовательность сходится, то мы можем сумму и предел поменять. Значит, сумма по К, предел при Т равняется к нулю, АКТ, ЕВС, минус МЮКТ, синус КПХ делить на Л. Так, значит, это равняется сумма по К, АКТ, синус КПХ делить на Л равняется ФИОТ Х. То есть, начальные условия выполнены. Так, дальше, аналогично краевые условия. Давайте краевые условия проверим. Та же петрушка, на самом деле. Значит, предел при Х, стремящемся к нулю, УТ, Х. И аналогично при Х, стремящемся к Л, то же самое. Это предел при Х, стремящемся к нулю или Л, сумма по К, АКТ, ЕВС, минус МЮКТ, чего там, синус КПХ делить на Л. Поскольку ряд равномерно сходится, то предел и сумму можем поменять между собой. Получится, соответственно, сумма по К, значит, предел по Х, стремящемся к нулю или к Л, АКТ, ЕВС, минус МЮКТ, синус КПХ делить на Л, ну или 0. То есть, граничные условия выполнены. Так, теперь важно, значит, мы что доказали? Что функция, что ряд сходится равномерно. Значит, этот ряд вообще имеет смысл. Сходится равномерно и абсолютно. Предел – непрерывная функция. Значит, удовлетворяющая граничным условиям, удовлетворяющая начальным условиям. А вот теперь надо доказать самое интересное, что удовлетворяю эту равнению. Значит, мне нужно доказать, что производные соответствующие существуют, что я могу дифференцировать здесь. Значит, и, соответственно, что могу дифференцировать и по Т, и по Х. По Т как минимум один раз, по Х как минимум два раза. Что, когда я продифференцирую, ряды продолжат сходиться. И, соответственно, что вся эта штука будет у меня удовлетворять уравнение. Давайте это проверим. Значит, теперь проверим, что 1 удовлетворяет уравнению. Так, вот это вот как бы наиболее такая тяжелая часть. Давайте для этого я такую вещь сделаю. Может быть, назад есть смысл. Давайте я сейчас перерисую. Значит, вот еще раз. Давайте я пространство времени изображу здесь. Это Х, это 0, это L. А Т у меня от 0 до Т большого. Значит, вот прямоугольник, на котором мы все это рассматриваем. Вот такой. Давайте я сейчас от этого прямоугольника рассмотрю кусочек. Вот такой вот. Я, значит, здесь ограничусь Т равным какому-то Тау. Значит, и вот этот только прямоугольник рассмотрю. Я хочу рассмотреть прямоугольник. Значит, Ку Тау. Это будет, значит, от Тау до Тау какое-то положительное число произвольное. Крест 0. Вот такой. На таком произвольнике. Значит, я рассмотрю сейчас мой ряд вот на таком прямоугольнике. Так, теперь давайте сейчас чего я сделаю. Давайте я мой ряд 1 формально продифференцирую сейчас. Давайте формально продифференцируем. Значит, формально продифференцируем ряд, ряд какой там, ряд 1. Ну, по Т. Значит, УТ. Это пока формально. Я не сказал, что вот этого равенства давайте оно пока под вопросом. Я просто сейчас пишу некое формальное разложение вот этого ряда. Значит, что у меня там получится? Значит, чего там? Значит, это сумма пока от единицы до бесконечности. АКТ, значит, мю КТ. А здесь будет Е в степени минус мю КТТ. На синус КПХ делить на Э. Значит, У два раза по Х. Это будет сумма пока от единицы до бесконечности. АКТ, Е в степени минус мю КТ. Так, на К квадрат П квадрат делить на Э. В квадрате. Значит, производная синуса косинуса. Производная косинуса минус синус. Здесь минус появится. Снова синус КПХ делить на Э. А если первые производные, там, соответственно, косинусы какие-то были. Так. Теперь смотрите. Значит, теперь смотрите. Давайте про эти АКТ и поговорим. Значит, вот у меня функция ФИ. Она непрерывная. Значит, АКТ давайте посмотрим. АКТ это, напомню, 2 делить на Э. Интеграл от нуля до Э. ФИ от С. Синус КПС делить на Э. ДС. Так, давайте я, соответственно, оценю сейчас модуль АКТ. Так, модуль АКТ. Понятно, что у меня функция ФИ непрерывная. Значит, это меньше или менее 2 делить на Э. Здесь какой-то модуль ФИ меньше либо равен какому-то числу М. Я могу просто М сюда вынести. А здесь получится модуль синуса КПС делить на Э, который я просто оценю единицей. ДС. Значит, это меньше либо равняется 2М просто. Так, то есть эти АКТ просто у меня ограничены. Итого, модуль АКТ просто ограничены каким-то одним и тем же числом М. Вот что я знаю. Так, давайте теперь посмотрим на коэффициенты вот этих вот рядов. Я пока что вот не знаю, что на самом деле эти ряды представят именно производные. Давайте посмотрим на коэффициенты вот этих рядов. Вот эти коэффициенты. Да, значит, соответственно, вот у нас коэффициенты какие. Да, давайте. Да, здесь, наверное, полезно написать. Это равняется сумма по К от единицы до бесконечности. Так, Мю КТ. Это что там? А в квадрате выносится. АКТ на чего там? К квадрат П квадрат делить на Л в квадрате. Е в степени минус Мю КТ синус КПХ делить на Л. Давайте я сейчас вот на этот ряд посмотрю и на этот ряд посмотрю. Значит, какие у него коэффициенты, если я, соответственно, фиксирую. Ну, вот давайте просто я оценю по модулю эти функции. Значит, в первом ряду что у меня стоит? Модуль АКТ Е в степени на чего там? К квадрат П квадрат делить на Л в квадрате. На А в квадрате Е в степени минус Е в степени минус А квадрат К квадрат П квадрат делить на Л в квадрате. Т на синус КПХ делить на Л. Так, ну, вот все вот это вот понятно ни на что не влияет. Я могу сюда убрать. Значит, это меньше или равняется? П квадрат А квадрат делить на Л в квадрате. Это вообще константа, которая ни на что влияет. Остается. Так, АКТ я оценю 2М. Да, я уже оценю. А что осталось? Так, осталось. Значит, осталось вот чего. Е в степени минус А квадрат К квадрат П квадрат делить на Л в квадрате. А Т у нас, да, значит, Т. У нас сейчас я все это делаю для Т от Тау до Т. Значит, я могу сюда поставить, чтобы сохранить неравенство Тау. Значит, это вот для любого Т от Тау до Т. Вот этот коэффициент оценивается вот таким. Значит, где здесь, собственно, К? А, извините, еще там К в квадрате было. Забыл. Вот К в квадрате. Так, давайте я вот что сделаю. Я сейчас все, что там от К зависит, я сейчас другим цветом делюсь. Здесь К в квадрате и здесь К в квадрате. Или давайте даже вот не так. Давайте я сейчас красным цветом выделю, чтобы виднее было. К в квадрате. Значит, сходимость всей этой штуки зависит исключительно не от константа этих, а от того, как все это ведет себя пока. Так вот, я утверждаю, что сходимость этих коэффициентов, значит, давайте исследуем числовой ряд, состоящий из этих коэффициентов. Это сейчас просто положительные числа. Значит, меня интересует, вот фактически меня интересует вот такой числовой ряд. Значит, сумма пока от единицы до бесконечности. К в квадрате, е в степени минус а квадрат, к квадрат, пи квадрат, делить на л квадрат, тау. Значит, давайте даже вот как сделаю. Значит, вот я к в квадрате вынесу, а здесь какой-то коэффициент. Давайте я назову альфа. Где альфа, это что такое? Это а квадрат, пи квадрат, делить на л в квадрате тау. Неважно, что это такое. Это какое-то число положительное. Вопрос. Такой ряд сходится, не сходится? Скажите мне, пожалуйста. Вот хочу остановиться, точку здесь поставить и спросить вас. Скажите, пожалуйста, сходится или не сходится такой ряд? Это просто числовой ряд сейчас. Пока. Что сказать можете? Ну чего, кто-нибудь может тут сообразить насчет сходимости этого ряда? Значит, смотрите. К в квадрате, конечно, значит, К в квадрате сам сейчас принцип бесконечности. Но здесь это, здесь Е в степени минус альфа К в квадрате, которая зверски совершенно быстро уходит к нулю, да? Можно какой-нибудь критерий использовать, я не знаю, это критерий Даламбера, знаете, если назвать вот это вот коэффициенты АК, положительные. Значит, на что нужно? АК плюс 1 делить на АК, да? И посмотреть предел, приказ, стремящийся к бесконечности. Это что у меня будет? Это будет, значит, это будет К плюс 1 в квадрате делить на К в квадрате, а здесь будет Е в степени минус альфа, и здесь будет К плюс 1 в квадрате, К плюс 1 в квадрате минус К в квадрате, правильно? Предел, приказ, стремящийся к бесконечности. Вот, К плюс 1 в квадрате минус К в квадрате, это что такое будет? Это будет 2, это 2К плюс 1. Ну, так, смотрите, вот эта часть, она там, понятно, к единице стремится, ну, и ничего страшного, но вот эта часть точно стремится к нулю, поэтому, соответственно, предел 0. Значит, просто по критерию кого там, Даламбера, наверное, вот этот ряд сходится со свистом, потому что тут Е в степени минус альфа К в квадрате. Ну, смотрите, значит, получается, весь мой ряд из формальных производных мажорируется каким-то очень быстро сходящимся рядом, числовым. Значит, на самом деле ряд из производных здесь сходится равномерно. Так? Значит, на самом деле это действительно у меня, значит, он сходится к какой-то функции, которая действительно является производной. Да, значит, мы можем на самом деле убрать здесь вот этот вопросик. Значит, вот тогда вот это равенство имеет место, и эта сходимость действительно равномерная. Вот эта сходимость, она равномерна на, где там, на вот этом вот Ку Тау с чертой. Я использовал только оценку, что Т больше или больше Тау. Вот это равномерно накуталось с чертой. Совершенно аналогично здесь, что происходит. Здесь ровно то же самое. Здесь точно так же вылез вот этот К в квадрате. Вот он. Но здесь вот и ровно вот этот вот мюкат, который там, соответственно, тоже. Давайте его распишем. Мюкаты – это чего у нас там было? А квадрат, П квадрат делить на Л в квадрате, и здесь на К в квадрате. И здесь К в квадрате. Ровно та же самая петрушка. Значит, смотрите, оказывается, что, значит, этот ряд тоже сходится равномерно, и на самом деле вот это вот, значит, тоже здесь вот можем стереть, это равномерная сходимость, это вторые производные реальные. Здесь сходимость равномерная, действительно, это вторые производные. В частности, это говорит о том, что у нас, что мы тогда получили. Итого, да? УТ. представимо равномерно сходящимся. И У два раза по Х, да? Представим равномерно сходящимися рядами вот этими. Давайте их там. Значит, это что у нас там? Какие ряды там были? Это, соответственно, я уже забыл номер какой там, 4 что ли? 4 и 5, да? Давайте 4 и 5 назовем. Это вот ряд 4, а это вот 5. Равномерно сходящимися рядами 4 и 5, да? В частности, у, значит, равномерно в Ку-Тау, Ку-Тау с чертой. В частности, УТ из С-Ку-Тау с чертой. У два раза по Х из С-Ку-Тау с чертой. Ну и, значит, УТ из С-Ку, да? Поскольку Тау произвольное. Поскольку Тау произвольное. И У два раза по Х из С2. У два раза по Х тоже из С-Ку, да? Так, вот. И теперь, значит, что уравнение. Получается, раз ряды эти сходятся, давайте честно теперь из этих рядов подставим, значит, УТ значит, подставим честно сюда, значит, что получается теперь. УТ минус А квадрат У два раза по Х равняется. Теперь мы можем честно сюда ряды подставить. Сумму пока от единицы до бесконечности. Сюда подставим ряд 4 и ряд 5, да? Что подставить? Значит, значит, чего там? А, КТ значит, А, КТ А в квадрате Так, давайте вот, чтобы только значит, это будет А, КТ на К А в квадрате, К в квадрате, Пи в квадрате делить на Л в квадрате. Здесь минус, если я не ошибаюсь, был, да? Е в минус мю КТ на синус КПХ делить на Л. Значит, а здесь было плюс А в квадрате, сумма пока от единицы до бесконечности, А, КТ К квадрат Так, здесь тоже К в квадрате было, да? К квадрат, Пи квадрат делить на Л в квадрате. Е в степени минус мю КТ синус КПХ здесь на Л. Почему плюс? Потому что там был минус перед рядом, да еще один минус вот здесь у меня был. Значит, это равняется. Значит, чего получается? Давайте А квадрат Пи квадрат делить на Л в квадрате я вынес. Остался сумма пока от единицы до бесконечности. А, КТ Е в степени минус мю КТ синус КПХ делить на Л. А тут что было? От первого ряда осталось значит минус единица. От второго ряда осталось плюс единица. то есть ноль и того равно нулю. То есть получили, что это решение. Итого это решение. Так, давайте вперед. То есть У определенные формулами 1 2 это классическое решение задачи звездочка. Так, тут мне кое-чего осталось. Мне осталось доказать, что оно вообще-то единственное. Хорошо бы понять, сколько времени у меня осталось. Скажите мне, там, где-то у меня часов поблизости. А, нет, 13 минут. Так вот, я за 13 минут, я не хочу сейчас вам доказать за 13 минут. Значит, осталось за мной, значит, осталось доказать, что другого нет. Это за мной, в следующий раз докажу. Ну, теперь посмотрите, значит, что у нас любопытное есть. Значит, любопытно вот что. Любопытно такое. Значит, две вещи любопытные. Первая вещь любопытная. Посмотрите, пожалуйста, на формулы для производных. Вот я выписывал вам, сначала формально дифференцировал и ряды для формальных производных я вам выписывал. Я продифференцировал один раз по Т и два раза по Х. А, предположим, я бы хотел сейчас выписать формальный ряд, я не знаю, до 20-й производной по И или для 15-й производной по Т. Что бы тогда было? Значит, тогда бы было тут К не в квадрате, а К в какой-то степени. И здесь тоже К в какой-то степени вылезло бы не в квадрате, а в какой-то степени. Я бы стал оценивать вот так же грубо, как я делал. Я бы стал оценивать просто теперь члены этого ряда. Оценил бы просто грубо АК-ты константы. Так. И у меня получились бы числовые ряды и какие, когда я оценил бы. Вот здесь было бы то же самое Е в степень минус, там константа какая-то Альфа на К в квадрате. Спереди была бы тоже константа какая-то, а тут было бы не К в квадрате, а К в какой-то степени. Так вот, если бы даже здесь стоял не К в квадрате, а К в какой-нибудь 150-й степени, разницы-то никакой. Вот это экспоненты, она зажирает мне любую степень К, что бы здесь не было, даже если тут К в 150-й степени, ровно то же самое этот ряд бы, вот мажорирующий ряд, все равно будет сходиться. Значит, что тогда я получаю? Я получаю, на самом деле, из этого же декориста я получаю намного больше. Значит, вот очень интересное наблюдение. на самом-то деле, даже ряды из формальных производных по Т и по Х любого вообще порядка, значит, они равномерно сходятся в каждом Ку Тау, при каждом Ку больше нуля. При каждом, извините, Тау больше нуля. Значит, любопытно вот отметить, давайте, значит, любопытное следствие конструкции. Значит, вот мой ряд сходится равномерно, значит, вот ряды для формальных производных любого порядка сходятся равномерно в Ку Тау с чертой для любого Тау больше нуля. То есть, оказывается, то есть, оказывается, что у меня С бесконечность любого Ку Тау значит Ку. То есть, на самом деле, я оказалось, что, получив решение, мне достаточно было бы, чтобы оно там одна непрерывная производная по Та была, а две непрерывных производных по Х. В уравнении ничего другого не было. А на самом деле оказалось, что это решение обладает вот такими интересными свойствами. Оно на самом-то деле С бесконечность. Всюду при нуля, строго больше нуля. Так, это понятно, вот вопросы есть здесь или нет. Давайте я даже восклицательный знак поставлю. Это очень любопытное заключение, на самом деле. Которое вот так исходно из уравнения было совершенно не видно. Значит, оказывается, что вот Фи, да, при этом, смотрите, про Фи я что требовал? Про Фи я требовал, чтобы у него существовала всего лишь одна производная и то не всюду, почти всюду. Вот, значит, при Т равняется нулю, мое температурное поле может быть и не очень гладким. У него есть какая-то производная, только почти всюду, да, значит, оно может там выглядеть, как, я не знаю, Фи от Х может быть какой-нибудь модуль Х, например. Ну, там, единица минус модуль Х, Л минус модуль Х, что-нибудь такое. Значит, оказывается, что как только Т становится больше нуля, так тут же У оказывается бесконечно гладкой. это любопытное свойство уравнения теплопроводности, оно мгновенно, бесконечно сглаживает решение, мгновенно, сразу же, вот прошла одна там миллисекунда, решение сразу гладкое. Что тут написано, можете еще раз прочитать, вот ряды для форм, или для формальных производных, да, для формальных производных. Любого порядка сходится равномерно в Ку-Тау с чертой для любого Тау. А Ку-Тау это пространство функций, где норма это максимум производных. это просто это прямоугольничек. Тау, значит, Ку-Тау, напоминаю, значит, Ку-Тау это что такое? Это Тау-Т, крест, нолей. Где Тау какое-то число, взятое мне заранее, строго больше нуля. Вот, теперь смотрите, такую вещь-то еще хочу сказать. Теперь последнее, на чем вот хочу закончить это все. Значит, вот первое наблюдение любопытное было, что у меня, оказывается, это решение определяет бесконечно дифференцируемую функцию. Что вот изначально было неочевидно. Но теперь смотрите, это как бы приятное. Теперь неприятное. Неприятное такое. Давайте вот посмотрим сюда. Что мне пришлось потребовать, чтобы получилось вообще классическое решение? Мне пришлось потребовать вот что, чтобы в Фи была абсолютно непрерывная функция. на Б. То есть на самом деле это означает, что у Фи должна быть производная. Пусть не всюду, пусть почти всюду, но производная должна почти во всех точках быть. Еще тут дополнительно она должна быть из Л2. Вообще-то на самом деле люди, которые может быть вот, ну, вы вряд ли, но через какое-то время вы, наверное, в этом начнете узнавать. Давайте я вам это напишу. это называется пространство Соболева. Значит, Фи принадлежит некоему пространству Соболева. Я просто вот вперед делаю какие-то вот такие, чтобы вы потом вспомнили, когда про пространство Соболева будем говорить, чтобы вы просто эти слова вспомнили. Пока они, может быть, для вас ничего не означают. Но такое, что, значит, я не могу требовать, мне недостаточно было бы требовать, чтобы Фи была просто непрерывна. мы это уже знаем по рядам Фурье. Для просто непрерывной функции мы ничего не можем гарантировать происходимость рядов Фурье. Разве что в смысле Фи ера. Поточечная сходимость почти всюду есть сложный результат Калмогоровский, почти всюду сходимость будет. Но не более того, никаких оценок на коэффициенты, которые мы писали, ничего мы априори сделать не сможем. А здесь все мое доказательство основано на этих оценках. Вот. Так получается, что что-то очень странное. Значит, оказывается, начальное температурное поле должно обладать для того, чтобы было классическое решение здесь. Получается, нам пришлось потребовать, чтобы начальное температурное поле было не просто непрерывным, а обладало какой-то, пусть не самой большой, но гладкостью. И вот это странно. Физик сразу сказал, что это что-то странное. А почему я не могу вообще считать, что у меня начальное температурное поле просто непрерывная функция какая-то. А вот оказывается, мы тогда ничего не можем доказать про то, что классическое решение, то, что мы выписали, является классическим решением. Нет. А другого метода нахождения классического решения мы как бы пока что не знаем, поэтому непонятно, что здесь делать. и вот отсюда появляется такая идея, а нельзя ли на самом деле как-то понятие решения немножко видоизменить. На самом деле мы сильно его видоизменим. Давайте я хочу впоследствии вот что сделать. Я хочу убрать слово классическое. и хочу я разрешить такие решения, которые я всегда могу записывать в виде вот таких рядов фурье. И чтобы я мог эти ряды фурье в каком-то смысле все время дифференцировать. Вот такой смысл придать этому решению, чтобы ряды фурье, которые я здесь выписывал формально, чтобы их можно было всегда сколько угодно раз почленно дифференцировать. и то, что получалось бы, это было бы всегда сходящееся к чему-то и вот так мы получаем какие-то странные решения. Понятно, что это пока размахивание руками. Я что-то странное делаю здесь. Понятно, что если я ну вот здесь так повезло, что у нас эта экспонента возникла отрицательная е в степени минус чего-то такое порядок как квадрат, которая нам действительно зажирала любую другую к в любой степени. А вообще говоря, такого могло бы и не быть в каких-то других дифференциальных уравнениях. В частности, мы задачу рассматривали для околебания одномерной струны. Там такого бы не было. Там никаких экспонентов не было. Если помните, там были только синус и косинусы. Но тем не менее мне это удастся сделать. За мной останется доказательство единственности, а потом я двинусь в эту сторону. Я хочу определить другое более общее понятие решения. Это будет называться обобщенное решение. Обобщенное или слабое решение. И его всегда можно писать тириды фурье и дифференцировать их сколько хочу. И вообще не сильно задумываться о том, как они там сходятся. Вот такая у меня цель. Давайте вопросы мне позадаете. Кстати, давайте перелогинимся еще раз. Вы можете задать какие-то вопросы. Давайте еще раз перелогинимся тогда.